Церковь в первую очередь Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан У Авиценны был очень старательный, новоиспеченный ученик Однажды к великому лекарю привели слепого Учитель сказал, какие компоненты смешать, чтобы получилось две лепешки Ученик сделал все точь-в-точь, как было сказано Глазам больного приложили лепешки, и на другой день тот прозрел А сосед ученика тоже был слепой Вдохновленный таким успехом, подмастерье приготовил в точности такие же лепешки И положил ему на глаза На следующий день у незрячего соседа глаза вообще вытекли Этот добросовестный горе-ученик прибежал в слезах Как же так, учитель? Я сделал, как ты сказал в прошлый раз Почему это случилось? В глубокой печали мудрец ответил Слепота бывает от разных причин От сухости организма, от влажности, от жары, от холода У тысячи слепых бывает тысячи причин Иди, сынок, тебе работать только пекарем О дарах мы поговорим тоже в один из дней О способностях наших Разберем одну часть Нового Завета, которая говорит о том, что думайте о себе по мере веры О чем на самом деле, к чему призывает вот этот отрывок из Писания К тому, чтобы мы смирялись или к тому, чтобы мы все-таки к чему-то стремились Как вы понимаете, что даже если бы мы сейчас все захотели быть лидерами домашних групп Мы были бы все очень разными лидерами И наши группы были бы очень разными группами И наш успех был бы очень отличающимся, правда? Понимаете, многое зависит от личности лидера От его способности, от его убеждения, от его харизмы В общем-то, от его дара Если лидер домашней группы учитель, он больше будет учить У него меньше будет тяги молиться И совсем, может быть, совсем не будет получаться пророчествовать Если этот человек обладает больше такими пророческими настроениями То он будет много петь, молиться и пророчествовать И совсем не учить, например Ну и так далее Евангелист будет все время выводить своих учеников на, так сказать, евангелизационное поле Я хочу, к чему я показала эту притчу К чему я это все говорю Возвращаясь к идее того, что все-таки домашние группы Повторять я буду это много раз Это инструмент многофункциональный, а не цель Очень важно понимать, что от культуры От того, какого динаминационного направления сама община От того, насколько она харизматична, темпераментна От того, в какое время мы живем В мирное или в военное Во времена гонений или времена свободы От этих всех факторов зависит то Как, насколько грамотно мы будем употреблять этот инструмент И я хочу показать два разных подхода сейчас Вообще идеи домашних групп Я думаю, что если не видеть в них разницу Мы вот будем мучиться и путаться И себя мучить, и других мучить И критиковать будем постоянно Я хочу показать два вида вот таких вот служений Которые и да, там домашние группы И да, они имеют очень разное назначение Ответственность Первый вид такой домашней общины Это такая модель из деяний Где лидер имеет много ответственности и власти И одновременно много свободы Я повторюсь Первая модель это домашняя община Из книги деяний модель мы берем Где лидер имеет много ответственности и власти И соответственно много свободы Ну о чем речь Давайте поговорим, например, о Петре У него была его домашняя община Или там о Якове И он был лидером домашней группы Был ли у него региональный руководитель Или коленный Который потом непременно должен был идти Еще к старшему раввину И приносить отчеты о деятельности Домашней группы Петра Нет, правда Тем не менее он был лидером домашней общины У него было очень много свободы В том смысле, что он в структуре Не находился под кем-то И не нес ответ ни перед кем За ту деятельность из людей Я имею ввиду за ту деятельность Которой он занимался Но у него было очень много Духовной власти и духовной ответственности И по его работе По тому, чего он достиг Мы сегодня это видим Не тогда бы мы могли говорить А сегодня по плодам По результатам мы понимаем Какой уровень ответственности был на этом человеке Что он принял от Машеяха Уровень его власти Уровень его призвания Говорит об уровне его свободы Несмотря на то, что На то время В первом веке, когда община начиналась Он был лидером Какой-то там домашней общины Понимаете, да? И я буду говорить о таких пастухах Что они пасторы Вообще, в любом случае Когда мы берем слово пастор Это пастух Это тот, кто пасет овец Но у этого служения Есть разные уровни ответственности Понимаете? И есть общины Где эти лидеры Или эти пастухи домашних групп Они имеют очень большой уровень Ответственности власти Например Я приведу пример Например, это церковь в Китае Это церковь домашняя В месте, где люди преследуемы За свою веру Они не могут открыто собираться Они, например Когда мы услышали О таких мегас Вообще тысячных собраниях Домашних групп Так вот Они в свою церковь Собирались раз в месяц Или раз в полгода То есть они друг друга Видели очень редко Это были целые сенсации Это были соборы Эта церковь домашних общин Она существовала в разных регионах В подполье, если хотите И связь между этой церковью Осуществляли лидеры Которые приезжали Где-то виделись Где-то молились Сами люди Никогда друг друга не видели И исторический контекст культурный Он говорил о том Что вот такая форма Она нужна Она приемлемая Она хороша Для того населения Для того времени Если бы мы сегодня с вами так делали Это было бы глупо И мы бы были Как эти лекари Понимаете Которым нужно быть лучше пекарем Потому что мы не понимаем Для чего Вот такая модель существует У нее же есть причина Вот Когда собираются Иногда недовольные люди И начинают говорить Вот Вот у тех Вот Я был в той церкви Или вот там Я в книжке читал Вот у них хорошо Вот что-то мы там Чуть-чуть услышали Что-то происходит Вообще не понимаем По какой причине Такая форма Почему Допустим У лидеров домашних групп О которых описывает В своей системе Один учитель У тех лидеров домашних групп Есть Они венчают У них есть Рукоположение И власть на венчание Они проводят крещение Лидеры домашних групп И у них власть Проводить причастие Это связано Во-первых С доктринами И верованиями Той общины Это доктринальный уровень То, что в одних Общинах Не могут все Проводить Крещение Или там Венчание Или там Причастие В других Это по их Мировоззрению Может любой Кто Исповедовал веру Вишуа Да Мы не знаем Почему так люди Делают Или так У них есть Какие-то убеждения Мы видя Действия Начинаем Вот Вот у них Такая свобода Да вот у них Лидеры Да вот у них Столько власти Да у них Да Они живут В таких условиях Возможно Где кроме Как вообще Вот эта ответственность Гиперответственность Да В тяжелых условиях Она Только так Позволяет служить Что совершенно Было бы глупо И неприемлемо Допустим Для нас Сегодня Я была На Была на Одном Служении Ну Проходила Обучение И там Был учитель И тема у нас была Мы изучали Церковь И вот у нас Дошел Мы тоже будем Об этом говорить Забегая наперед Чуть-чуть Дошел Разговор О женском И мужском Служении И Учитель у нас Был очень молодой Препод И он Насколько я помню А я не буду Называть откуда Он Неважно Вот Он из определенной Конфессии Где женщины Не могут служить А тему-то Он дает Экклесия И вот Дошли до Понятия Епископа Кто может быть Епископом Ну и значит Он Говорит Учение Что епископом Может быть Только мужчина Потому что Он образ Христа Вот А в кабинете Находятся женщины С посольства Божьего Там Лидеры Пастыра Церквей Там Лидеры Миссии И он Пожалел Конечно Что он Это Сказал Потому что И сидела Одна женщина Педагог Он говорит И она Спрашивает А образ Кого Простите Женщины Вот Если мужчина Иначе Начался Конфликт И Еще Все это Так Бурно Проходило И я Задала Вопрос И Слушайте Меня Эта тема Она так Беспокоит Всю Жизнь Вот Я Слышала Про одну Святую Которая Вкануне Даже Православной Церкви Ее зовут Нино Это Женщина Из Что уж нам Пастырян Это апостол Которая В Армении Начала Церковь И Эта Женщина Она Влики Святых И Это Не Просто Вот Как Легенды Православные Много Рассказывают О том Что Махнула Рукавом Птицы Полетели Еще Что Это Женщина Она Сделала Работу Она Апостол Она Заложила Вообще Первое Христианство В Восточном Восточном Регионе Я Спрашиваю Да Я знаю Нино Скажите А как Она Церковь Начинала Ну А вот Она Наверное Начинала Потом Приходили Она Приходила В горы Начинала Церковь И Потом По Скайпу Сообщала Чтобы Прилетел Кто-то Из Америки И Крещение Провел Потому Что Крещение Тоже Значит Они Не Могли Да Да И Причасти Причасти Они Могли Проводить Да Как Вы Себе Это Представляете Вообще Кто Этим Занимался Тогда Когда Люди Делали Такую Работу Как Вы Себе Это Представляете И И Вот Тут Нам Пришлось Остановиться Потому Что Полемика Она Наша Вошла В Тупик Совершенно Я Не Знаю Слава Богу Когда Мы Что-то Не Знаем Это Уже Хорошо Потому Что Когда Мы Все Знаем Это Очень Плохо Я Думаю Что Не Все Женщины Должны Иметь Такую Власть Как Нино Потому Что Не Все Женщины Делали То Что Делала Нему Я Не Думаю Что Все Лидеры Домашних Групп Должны Иметь Такую Власть Как Имел Петр И Яков Потому Что Они Не Делают Того Что Делали Петр И Яков И Вот Эта Мера Власти Она Все Таки И Это Думаю Что Нужно Записать Возможно Вы Об Этому Учили Что Мера Власти Она Тождественна Всегда Знак Равно Ответственность Всегда Это Очень Плохо Когда У Человека Много Ответственности И Вообще Нет Власти Что Ж Он Может Делать Он Только Получается Конь Которого Гоняют И Бьют Если Что То Не Получается Но Если Ему Нужно Принимать Решение Он На Это Не И Власти И На Оборот Точно Так На Власть Она Тождественна Ответственности В той Мере Труда Духовного Труда Которые Осуществляет Человек Служитель Поэтому Есть Домашние Общины В которых Лидер Имеет Очень Много Ответственности Власти И Свободы И Поэтому У него Есть Власть На Венчание На То Решать Когда Как Проходить Служению Прятаться Выходить Из-под Поля Эти Лидеры Они По сути Старшие Пастыра Несмотря На То Что Мы Когда Говорим Старший Пастыр Это Непременно Большая Церковь Должна Быть Так Вот Количество Людей Не Определяло Совершенно Их Уровень Пастырства Сегодня Меряют Пастырей По количеству Овец И В нашем Регионе Возможно Так Можно Делать Но Во времена Гонения Это Абсолютно Они Все Неудачники Абсолютно Как бы Не Работ В этих Условиях Не работает Такой Критерий Он Неверный Это Один Вид Домашних Общин Поэтому Если Вам Руки Попадутся Например Вот Такие Или Подобные Им Книжки Я Вас Немножко С Литературой Сегодня Знакомлю Вот У меня Есть Вот Такая Книженца Она В 90-х Издавалась Поэтому У нее Такой Страшный Вид Вот Я Нашла Ее Вообще В подвале В Киеве Купила За Целых 10 Гривен Вот Здесь Она Называется Руководство Для Стажера Лидера Ячейки Это Пособие По которому Обучают Будущих Лидеров То есть Я Лидер Домашней Группы У меня Есть Тот Кого Я Хочу Научить Бит Лидером И Вот Это Пособие Оно Нам Помогает Всему Процессу То В ней Узнаете О том Что Лидер Домашней Групп Проводит Обязательно Причастие Раз Там В месяц Когда Мы Запустили Очень Много Взяли Отсюда Да Очень Много Взяли Отсюда Моделей И Когда Мы Запустили Образование По этому Пособию Потому Что Наши Лидеры Они Начали Научать Будущих Лидеров По этому Пособию Нам Пришлось Вот Так Вот Сесть И Повычеркивать Часть Вещей И Сказать Этого У нас Не Будет И У нас Была Причина По которой Мы От этих Моментов Отказывались Поэтому В общем Не Надо Есть Все Что Видишь И Думать Что Вот Так Правильно Или Так Правильно У Всего Есть Смысл И Цель Когда В этой Притче Что Причин Почему Человек Не Видит Может Быть Много Нельзя Один И тот же Метод Ко Всем Применять Это Глупо Наверное По Младенчеству Мы Очень Часто Берем Модели Которые К нам Не Имеют Никакого Отношения Думаем Сейчас Как Эх Сейчас Как Все Заработает Прорвемся Вторая Вторая Второй Вид Как Быть Домашних Служений Это Когда Домашняя Группа Она Не Является Самой Общиной А Она Является Все Таки Частью Общины Какой То Частью Это Называют Ячейки Да Там Домашние Ячейки Тоже Своих Названий Куча В Таких Группах Домашних Лидер Не Имеет Много Ответственности Не Имеет Много Я не Говорю Что Он Не Несет Ответственности У него Достаточно Но Вот Именно В чем Она Заключается Смотрите Во-первых Он Ограничен Во Власти И Является Больше Исполнителем Чем Автором Вот Это Наверное Ключевое Различие Если в первой модели Лидер Такой Группы Он Является Автором Структуры Стратегии Идей То Во втором Случае Лидер Является Исполнителем А не Автором Он Уже Получает Ведение И Его Здесь Самая Главная Задача Послушание Это Очень Важно Для того Чтобы При Такой Структуре Лидеру Дать Власть Почему Это Важно Я Приведу Пример Из Может быть Такой Более Приземистой Простой Я Прихожу К Очень Часто К Супругу На работу И там Есть Функция Моя Функция В его Бизнесе И для Меня Это Был Колоссальный Опыт Вообще Колоссальный Опыт Потому Что Я Столкнулась С Людьми Которые Не Я Я Я Я Я Я Я Я Я В церкви Которым Я Вообще Не Пастор И Никто И Они Имели Ввиду Вообще Все Что Я Думаю Совершенно Другой Род Взаимоотношений Мне Нужно Было Перестраиваться Я Я Я Я Я Я Я такая манера, как я разговариваю с пастой, там просто не работает вообще никак. И что вот как раз там контроль крайне необходим, и понятие доверия оно убивает бизнес вообще. Не потому что люди плохие, потому что люди без контроля работать оказывается не умеют. Для меня это все было открытие, я не знала этого, правда. Ну или знала и забыла, скажем так. И когда группа людей осуществляет какую-то твою задачу, вот здесь вот я на практике увидела все более ярко и поняла многие вещи быстрее, чем я пыталась их понять в служении. Когда у меня есть сведения, мне очень сложно все рассказать людям. Если я, чтобы не ходить вокруг да около, моя функция, я конструктор, конструктор, дизайнер. И я думала, что то, что я понимаю, понимают все. Через года два с половиной моих отчаяний я поняла, что мне даже не надо объяснять все, что я понимаю, это все равно бесполезно. Вот. Ну бесполезно, я так стараюсь, стараюсь объяснять человеку трое суток, он мне потом звонит все равно по телефону и задает дурацкий вопрос, я не понимаю, что три дня делала. Это была бесполезная трата времени. И я поняла одну вещь, что если эти люди будут делать то, что они хотят просто, а не то, что я очень четко, причем и ясно ожидаю, они поломают все. И за этот риск будет платить наша семья. Если эту модель вот привести, перенести на служение, если у меня есть цель и ведение, давайте я буду за него платить, да, я приняла от Бога ведение, я плачу цену. Своего посвящения, свои жертвы. Это мое и Бога. И теперь я в эту работу приглашаю людей. Часть из них понимает, часть из них не понимает, часть из них очень хорошо понимает, что мы собираемся делать. Мы все очень разные, у нас разные дары, разные понимания. И я хочу передать ответственность, или давайте будем говорить власть, я хочу передать власть человеку. Я хочу вам сказать, что то, за что я плачу, мне очень обидно, чтобы это кто-то поломал. Если я не спала 10 лет и что-то строила, и я вдруг отдала кому-то власть, пришла, а там все поломано. Меня такие вещи не радуют. Я расстраиваюсь, мягко сказано. Когда про деньги идет речь, это более нам понятно, да? Вы же не отдадите ключи от своего бизнеса человеку, который вы четко понимаете, что он вообще там не умеет. Но как лидер домашней группы, я говорю, ты не умеешь? Я тебя научу. Я тебя научу. Но у нас будет с тобой степ-бай-степ. Шаг за шагом. Ты будешь делать в какой-то период времени, пока я тебя не отпущу, то, что я тебе говорю. Из-за тебя начинается свое ведение, свои откровения. Я тебя поздравляю. Но власть я у тебя заберу одназад. Никаких обид, понимаете? А у нас обижаются люди из-за этого в служении. Ответственность такая штука, ее разделить не получается. Нагрузку разделить получается, а призвание не получается разделить. Даже если бы вы сильно хотели. Это так, знаете, очень похоже на что. Один священник рассказывал о своем разговоре с его супругой. Я-то подумала, так жестоко. Она заболела раком. Она заболела раком, и он рассказывал о своей беседе с ней, но я не то чтобы сужу, я пыталась понять. Он правдивые вещи сказал. Что он ей сказал? Он ей сказал, что ты эту скорбь должна пройти сама. Я долго думала, что он имел в виду, как можно сказать человеку, который в таком состоянии оказался. Он имел в виду, что то, с чем ей предстоит справиться, никто ей помочь в этом не может. То есть с тобой будут стоять рядом люди. Они, возможно, будут тебя утешать, возможно, будут тебе мешать. Возможно, будут говорить глупости, от которых тебе еще хуже. Но они не могут взять и пронести твою боль через себя. Ну не могут. Призвание очень на это похоже. Если вы приняли что-то от Бога, вы приходите домой, и давит только вам это. Даже при большом количестве улыбающихся людей есть бремя, которое ваше, и оно только ваше. И если вы в этот труд вложили свое сердце, если вы вложили, вы ночью не спали, вы трудились над этим, вы очень будете переживать, когда берете эту драгоценность и отдаете кому-то в руки. Это всегда риск. Это делегирование власти всегда риск. Поэтому, когда лидеру домашней группы во втором случае доверяют часть общины, которую он не сеял и не взращивал, очень важно от этого человека послушание, прежде всего, он должен понять, что от него хочет тот, который ему дает эту власть. Я в бизнесе вот у мужа это поняла, как никогда раньше. Я говорю, ты, ну сначала думала, что люди будут обижаться, все как-то так, ну я не знала, короче, как с ними разговаривать, это же не церковь. Очень недолго не получалось. А сейчас уже я говорю, вот так я говорю, слушай, у меня времени нет, я хочу, что я себе говорю, ты стоишь рядом и пишешь. Я потом приду через неделю, ты повторишь, ну я забуду, что я тебе сказала, ты мне скажешь. Вот так, у меня нет времени. Вот если только потратила время, больше нет. Не хоть, или так, или я найду того, кто будет писать. Ну аж или учимся, или гуляем, потому что это просто, ну какая-то, ну ненужное выматывание, вот выматывание друг друга, и никакого результата не может от этого быть успеха. Ты не дружишь, а потворствуешь. Вот. И так случилось, что, ну сначала мы боролись, боролись, а потом люди поняли, что у нас, как бы, говорю, такая ситуация, понимаешь, из бизнеса кто-то должен уйти, или ты, или я. Говорю, я так понимаю, что ты быстрее. Потому что бизнес мою, я не уйду. Давай, ну не получится нам делить эту территорию, как-то надо договариваться. Ну когда поняли, что вот такая данность, вот сейчас все пишем, по вайберу пишем, друг другу пишем, фотографии высылаем. Заработал механизм, когда поняли, что такое, я тебе доверяю, но я от тебя хочу вот этого. Вот так выглядит послушание лидера домашней группы. Я надеюсь, я объяснила, извините за аллегории, может быть, светские. Ну для меня это очень все одинаково работает. Итак, сама домашняя группа, сама по себе, она не является причиной роста. Вообще. Это я как бы еще и раз подвожу итог. Создание, домашний групп, никогда само по себе не может вырасти церковь. Оно может обременить церковь. Почему? Потому что была у вас община, была вы взяли, поделили зачем-то на части. Потом взяли эти части, доверили людям. Смотришь, там бунт, там раскол, там какая-то группа куда-то ушла, другая община началась. Вы не понимаете, в чем прикол, зачем это все надо было. Или там вот обещали рост, в домашках нет евангелизма, в домашки никто не приходит. В общем, думать, что само по себе наличие домашних групп принесет результат, это неправда. А они могут просто усложнить жизнь в управлении. Группы сами по себе роста не дают. Но они являются, еще раз буду повторять, инструментом. Почему? Потому что они оздоровляют тело общины, они обучают людей, они поднимают духовный рост среди населения, они воспитывают посвящение в людях. Все это способствует здоровью тела. И вот тогда, если тело здорово, оно начнет, естественно, расти. Потому что тело растет. Давайте поговорим поговорим сейчас об этих разных... Я думаю, что пока я рассказывала об этих разных моделях, у вас глазами промелькнули, так сказать, картинки из вашего личного опыта. Поделитесь, о чем вы вспоминали, думали. сегодня день откровения. Что может такое быть? Нет. Быть правдивым это начало исцеления. Быть правдивым это начало исцеления. Мы когда, знаете, просто недовольство свое высказываем, оно, конечно же, пользы никакой не приносит. Если все почитать или послушать, как я критикую служение домашних групп, которому учу и пишу многие годы, так получается, что я... Что же я делаю? Я же должна хвалить все время служение домашней группы. Я вот так вот беру и критикую. Я просто знаю его слабости, но тем не менее это не подорвало мою веру в то, что это необходимость для общения. И если я вижу, что что-то не работает, у меня есть глубокое убеждение, домашние группы, они здоровья общения. Хорошие лидеры здоровья общения. Вот. Но я знаю, что может это не работать и ищу причины и исправляем их. А не говорим, о, система домашней группы, это все ерунда, это не работает, давайте откажемся. То у вас не получается, надо искать почему. есть ли у вас разочарование по поводу вообще вот этой темы служения домашней группы? Кто из вас переживал о разочаровании? Да. Ну почему? Вот расскажите, ну что, что, что вас мулит, мучает, что? Годом в год, годом в год встречаются, общаются, иногда окажется, ну вот, хорошая домашняя группа, хорошая, это было домашнее, душевное общение, помолились, поговорили, ну, встретились, иногда, у меня там, специфика, это домашний группа, у меня мама с маленькими девятками, понятно, что сильно духовные, эффективные, иногда не очень получаются, но тем не менее, они бегут, они все равно бегут. Иногда, ты видишься, потому что думаешь, ну никакого же роста, ни такого, такого, видимо, вот того, как иногда хочется, мы не видим. Но тем не менее, люди с года в год, неделю в неделю, идут, расстраиваются, когда там, ничего-то отменяют в домашней группе. И вот, потом вот эти какие-то силы передаются, знаешь, начинаешь поднимать темы какие-то, и вот, идет это движение, как ты, как ты, росту, то есть нет какого-то успеха, да? Ну, такого сказать, что там много новых, там, сестерок, много новых мамочек, ну, как бы, есть какой-то, такой, гостяк, успех. есть. Когда там надо какое-то служение, все пристают, идут и делают, если брать, именно по служению, если брать, именно по каким-то, там, функциональному. ну, что, что давит, вот, больше всего, что давит, что нету новых людей, да? Ну, наверное, да. Вот, как бы, весь успех, он вообще, да? Если еще есть видер сверху, который говорит, сколько человек пришло за этот месяц в вашу домашнюю группу, да? И он еще так пять раз напомнит, и уже становится счастлива служить ей. Хорошо, еще. Вот. Человек, который раз не понимает, для чего это ему нужно. Есть какие-то людей, которые, слово, дойти до всяких на улице, еще есть. И они не могут дойти до домашней группы, потому что это надо выйти на улицу. Вот. И пользуются этим для того, чтобы как бы наставить человека читать библии, объяснить капли надо читать. Причем, не сталкиваясь с тем, что приходят люди, которые посещают, ну, они являются человеком на другой цепи, и их на домашнюю группу заставляют на память учить. И вот пожилые женщины, они, читая Слово Божие, не могут воспроизвести его буквально на память, притекаются, думают, что они какие-то неправильные, что они не в памяти, нету ничего такого. То, что не растет, ну, тут хотя бы с этими тетюлями дать радость, я так понимаю. Пускай будет столб с этими тетюлями, чем 20, и они потом разбежались, и у тебя сидит один библия. Вот. Вот это я так понимаю. Ну, то есть, что сложно? Вот что больше всего тяга тебе? Слово, это убедить людей, что нужно учиться. Вот это сложно, первое. Вторая сложность, это для чего нужно читать людей. Потому что у них разное впечатление, что мы это достанем. Правильный дорогой, какой-то с ней. Какой-то с ней. Хорошо. сложно научить определенных людей. Не все хотят учиться. Как я их... Сколько им лет? Ну, 60. Не хотят учиться. Это я просто... Как это так? 60 лет, и не хотят учиться. Вера ваша велика. Ну, хорошо, где-то выглядит. Огли вы... Огли вы... А-а-а! Вот оно что, где. Хорошо. У нас у всех есть, да, желание каких-то видимых успехов, и вот когда их долго нет, значит, мы расстраиваемся. Мы расстраиваемся, да? Доверяем Господу. Доверяем Господу. Для того, чтобы... Я ознакомлюсь с литературой сегодня... Ой, не надо было это делать. Слушаем 6 минут кое-что, и на сегодня все. Я не привезла все, потому что в этом нет смысла. Это пособие неделю образования по вопросу домашних групп, какими они должны быть, какие они успешные, какие неуспешные, как это определить, кто такой лидер, как его вырастет, и прочее, прочее. Так если бы с утра до вечера с этой тетрадочкой сидели, и потом бы мы все равно все забыли, потому что переварить эту информацию нереально. Вот. Здесь у меня что у меня? Здесь у меня тренинг. Это тренинг. То есть это тетрадь участника тренинга. Это тренинг, который при хорошей команде он сможет состояться, который тренирует группы по евангелизму. И это обучение, наставление членов ваших домашних групп тому, как им привести к мессии их ближайшее окружение. Что им нужно для этого сделать? Это не теория. Это люди во всей общине, во всех домашках обучаются некоторым шагам, а потом те самые лидеры, на что они поставлены, следят, чтобы вся их домашка выполнила эти шаги. И как обещает практика, при систематическом таком выполнении некоторых методологий с третьего года только оно начинает работать. Поэтому здесь задача понимать, что если вы что-то побежали делать и у вас не получилось, то надо продолжать делать, продолжать делать и продолжать делать, и потом мы увидим эти первые плоды. Потом, когда мы захватили все свое ближайшее окружение, они все уже сидят у ног мессии, как Мария, чтобы слушать слова Господа, мы делаем командные работы в домашках, и уже каждая домашка на командном уровне проходит второй тренинг, как захватить дальнее окружение. Это спецпроект, разработанный на команды, когда люди договариваются и трудятся, и начинают делать проекты по достижению дальних. Он занимает более долгое время. В таких двух она вариантах существуют обложки. Муж дизайнер, так сколько хочется, хватим обложек, столько имеем. Но книжка одна и та же. Вот. Это брошюра, он наставничество, служение наставника. Это отдельная тема. Это брошюра, которая называется, размышление называлось раньше по-разному и тоже сменила ряд обложек. Но пришла вот уже, я думаю, что в такую более еврейскую модель. Здесь вы как служитель, как наставник, что вы сами должны, как отче наш, вообще эти все темы знать. Почему? Потому что здесь собраны 13 таких ориентирующих мыслей, которые вообще, ну, идей, мыслей, о котором размышляет каждый человек, который вообще сталкивается с темой Бог. Если вы в них хорошо ориентируетесь, вы очень легко можете дискутировать с неверующим. Если у вас язык подвешен, вам эта брошюра не нужна. Но если вы хотите, чтобы в вашей домашней группе все умели разговаривать с неверующими людьми, нужно провести обучение. И здесь не надо ничего создавать, здесь надо самому понять, что надо, и научить других. Это подарочная литература, которую, когда мы не просто там приглашалку кидаем человеку, если человек где-то там помолился какой-то молитвой, где-то что-то с ним произошло, мы даем ему такой легкий, очень легкий, такой большими буквами, чтобы быстро прочитался, вот такую вот книжечку, и она рассказывает, что есть домашние группы, и ты можешь в них быть, и так далее. Это не все, и не надо, чтобы здесь все было, как вы понимаете. Но я к тому, что если вы хотите стать успешными лидерами, никак без того, чтобы научиться. Не можете вы сами сочинять служение. не можете. Если у вас такой уровень, как у Петра, Якова и Павла, сочиняйте. Если годы труда, которые заканчивались разочарованием, пришли к тому, что вы делаете таки вывод, что вы не все понимаете, хорошо обучаться все-таки. И тем более, что мы говорим, мы заявляем, что мы ученики, что мы толмидим, да, так, но мы же не просто должны теории учиться, мы должны учиться делать шаги, как сегодня процитировали в самом начале, чтобы научить людей выполнять. Что выполнять? Научить людей выполнять, тренировать их, друзья, не теорию, говорите, с кафедры, с микрофоном, но тренировать людей. Вот чем занимались пиетисты в своих кругах, да, они пытались понять, как выглядит святость. Они договаривались между собой, от чего конкретно они будут отрекаться в этом мире. Они проговаривали эти вещи и демонстрировали их, потому что любому человеку, попавшему в их домашний группу, было абсолютно понятно, что им делать. И может быть, они книжки не читали, потому что безграмотных было очень много, но лидеры нашли метод, как их научить через то, что они будут им рассказывать. Если у вас будет ваш подопечный слепой, почитайте ему книжку. Если есть такие люди, которые не читают, не читают, наставник должен найти способ передать им Евангелие, не так, чтобы они читали, а по-другому метод найти. На то он и лекарь, а не пекарь. Найти метод. Мы ищем методы. Мы не говорим, что люди закончились. Евреи закончились у нас тоже. Что у нас еще закончилось? И все. И я хочу, ну, просто послушаем и разойдемся, если можно, да? Шесть минут, да, Саша? Я сейчас как потеряю вот то все, не потеряю. Это аудиокнига историческая, опять же, о временах, тяжелых временах реформы, но тут немного. Она говорит о наставничестве и служении. Развяжите его, пусть идет служение братству. К концу 30-й годов 16-го столетия северные юрландские провинции еще имели почти полную независимость от империи Гарсбургов, которые, как известно, были ревностными католиками и через войны и династические браки покаянили все больше территорий на севере Европы. Тяжелое дыхание еще молодого, но уже влиятельного императора Карла Пятого чувствовалось в нижних странах селострелия, но провинция Гронинген еще сохраняла свою свободу, поэтому религиозные преследования здесь чувствовались слабо. Но это казалось, что можно надеяться на спокоенную жизнь, ведь он сделал все, что повелил Иисус. А в некоторых случаях с мертвым Лазарем дамень, застилающий свет истин, его жизнь был отвален. В Вифании по приказу Иисуса это сделали друзья Лазарем, пришедшие скорпеть о нем. В Исландии также нашлись верные люди, которые помогли Мэна убедить свет. Он вышел из пещеры Ложной Велигии. Это Амена Симонси, как Менонитры. Карин, как истин, Солнечный свет Божьей жизни слепил, пьянил его, он уже видел Иисус, состоящего с учениками. Но весь Тебор только мог посмотреть на себя со стороны. Даже вылетел из могилы, и у глубоков, дыхая свежесть Божьего присутствие, Мэнна все еще стоял, обвитый погребальными пеленами страха и туризма. Для него, как негода и для раннего Людера, спасение было личным, а не церковным фактом. Ему казалось, что есть только Бог и он. В каком-то смысле это была правда, но это была только часть правды. Глядь ли мы когда-нибудь поймем чувство Лазаря, вышедшего из могильной пещеры на свет. Но можно не сомневаться, что в первую очередь он видел не плачущих сестер, не испуганные лица своих друзей и даже не яркое палестинское солнце. Его взгляд мог не давать чистый глаз Иисуса. Лицо Иисуса было первое, что увидел Лазарь после пропущения из могильной тени и чувство радости от встречи с Ему, объяло всю душу воскресшего в жизни. Именно это чувство встречи с Иисусом всегда переживает человек, восставший от греховного сна. Именно Иисуса Он видит по возрождению и воскресению к новой духовной жизни. Все вокруг окрашено в розовые тона. Да и возможно ли что-то худое, если Иисус рядом? Любой, родившийся свыше и переживший встречу с Иисусом, имеет законную уверенность в спасении и радость в новой жизни. Но день продолжается. И через короткое время Иисус говорил, развяжите его, пусть идёт. Возможно, что только в этот момент Лазарь обратил внимание на себя и на окружающих его друзей. И его взгляд скользнул по белым, пропитанным пахучим малоем, бельёном, и он внезапно понял, что ещё не свободен. Руки и ноги стеснены, тело ноет от тугих бельон. Но вот подходят друзья, и, возможно, не до конца понимая, что происходит, начинают сперва робко, а потом всё более решительно срывать с Лазаря борьбальные лохмотья. Теперь он с ними. Теперь он свободен и может снова радоваться жизни. Как часто рождённые свыше, остаются связанные по руками и ногам погребальными бельонами. Для каждого они могут быть различны. Старые привычки, подобно зарубцевавшимся, рано ноют и дают о себе знать в новой жизни. Вряд ли стоит обманывать себя надеждами, что после истинного покаяния никаких следов греха уже не останется. Господь действительно снимает всякую вину греха и освобождает от наказания за грех. Но пятно греха, сделанного в прошлой жизни, остаётся. Голос плоти по-прежнему взывает достаточно громко. Лютору принадлежит выражение, что плоть имеет обыкновение, угрожающее роптать. Её угроба человек чувствует ещё долгие годы. Но Иисус не оставляет Лазаря в бельонах. Он повелевает снять их. Развешите его, пусть идёт. В этом нужна помощь братья и сестёр. Только в общении со святыми, воскресшие к новой жизни, могут освободиться от уз и старых связей. Именно поэтому так важна церковь и братское общение. Именно в общении и взаимопомощи происходит освобождение от погребальных уз. Поэтому Господь не просто спасает людей, а создаёт церковь из спасённых. В Исландии тоже была церковь Христова. Она была слаба и усердна. Топовцы, не имеющие пастыри, а братья прятались по лесам и маленьким хуторкам. После мюнцерской трагедии трудно было говорить о взрослом крещении. Опасно было собираться вместе. Одним из лидеров крещенцев в эти годы был Обе Филипс и его брат Кирк. Это был тот самый Обе, который крестил Мэна и исчез ранним утром из дома и аксов. Достаточно. Господь, я молюсь, чтобы, когда мы занимаемся рутинными ежедневными вопросами, мы никогда не забывали о том, что за нашей работой стоишь ты, и что наша работа развязывать эти пелены с лазаря, когда люди приходят в наши домашние служения, чтобы мы никогда не теряли фокус с основной работы Святого Духа, потому что ты есть пастырь, в работу которого мы подвязались. Молюсь во имя Ишуа. Аминь. Молюсь во имя Ишуа.